Сначала СВО страны Запада всеми силами старались затолкнуть постсоветское пространство в антироссийский лагерь. Давят на Казахстан за параллельный импорт. Угрожает Грузии и Армении по линии Минфина США. Время от времени противники Кремля переходят от слов к действиям. В прошлом году, например, Евросоюз отказался дать статус кандидата в члены в ЕС Грузии за то, что, видите ли, она не присоединилась к антироссийским санкциям. Для членства в ЕС и НАТО недостаточно выполнять экономические и военные критерии. Нужно, как оказывается, еще следовать единой внешнеполитической линии. На примере Турции и Венгрии мы уже видели, что в некоторых случаях от кары Брюсселя и Вашингтона не спасает даже участие в этих альянсах. Так вот, вернемся к Грузии. После того, как грузинские лидеры отказались открывать второй фронт против России, на них обрушился весь гнев Запада. В марте этого года в Закавказской республике прошли митинги. Оппозиция Саакашвили при поддержке западных НКО-СМИ вывели на улицы противников закона об инагентах. Они обвинили Гарибашвили в том, что он копипастнул этот закон из России. И вообще он вместе с олигархом Иванишвили является ставленником Кремля. Слава богу, Грузия эти попытки Майдана и госпереворота пережила. Грузинский народ сделал правильный выбор, а правительство проявило гибкость. Не можно сказать, что в знак благодарности за такую разумную позицию, на 9 мая Владимир Путин совершает долгожданный поступок. Он отменяет визы для всех грузин в Россию. Наряду с этим Россия возобновляет и авиасообщение с Грузией. Казалось бы, очень правильный шаг. Граждане Грузии, торговцы, бизнесмены, туристы, студенты и просто обычные люди смогут беспрепятственно ездить к нам в Россию. Это укрепление отношений, как политических, так и гуманитарных, положительно сказывается на двух странах. У Грузии с Россией многовековая история, общая религия и культура. Заявление главы МИД Грузии Дорчашвили подтверждает необходимость и важность отмены виз. Тбилиси приветствует жест Москвы. Но нет, находятся те, кто недовольны укреплением связей. Президент Грузии, гражданка Франции Саламезу Рубишвили заявила, что такие подарки от России не нужны, пока она оккупирует Абхазию, Южную Осетию и Украину. Что отмена виз не вписывается в проевропейский курс Грузии. И более того, игнорирование проукраинских и проевропейских настроений приведет к адекватному ответу со стороны общества. Это фактически угроза протестов, революций и госпереворотов. Еще прозрачнее выразились в Госдепе. Там предупредили, что если Грузия возобновит авиасообщение с Россией, то автоматически против нее будут введены санкции. У дяди Сэма дубинка всегда на готове. Одна только эта история с Грузией обнажает всю подноготную евразийской политики США и Евросоюза. Их цель предельно проста — разорвать связи России с постсоветскими странами, чтобы между постсоветскими государствами, если, конечно, они не будут становиться частью Запада, постоянно шла война и междоусобица. Поэтому, когда мы видим, как США препятствуют выезду своих граждан на празднование победы в России, то знайте, что и Грузия, и атаки на историю — это часть одной большой евразийской игры. Ну что ж, по данной теме у меня на сегодня все. Спасибо всем за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами, как всегда, был Камран Гасанов.